День рождения Команда, знаете, в рамках которых присутствует вот что-то копышное, знаете, у нас в КП есть Проспект Победы. У нас в КП, я вот так вот замахнулся, сразу все забрал. Так что, друзья, под ваши аплодисменты встречаем команда КВН Проспект Запорожье! КОПЫ КОПЫ Ну, здравствуй, Киев! Здравствуйте, КОПЫ! Друзья, сегодня такой замечательный день. У наших друзей, у команды КВН КПИ день рождения. Им сегодня три года. И свой подарок, свое юмористическое шоу мы хотели бы начать со слов парня, который приехал в Киев поступать, а свою девушку оставил дома, в Запорожье. Мои мечты полны тобой. Ты идеал, ты ангел мой. Мое дыхание для тебя. Любая, я люблю тебя. Ну, что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, или кто мы там друг другу. Три года это много, уже скоро в школу. А школы бывают разные. Единственное, что их объединяет, это разборки на заднем дворе. Итак, разборка в школе бальных танцев. Ты чё, крутой-то? Я вижу, ты крутой. Вот ты какой крутой. Да ты резкий. Ты резкий. Так. Ещё раз без сменки придёшь, и тебе вообще рума. Ты понял? Парень вернулся из армии к очень-очень некрасивой девушке. Ну, что, Алёнушка, ждала твою дивизию? Верующая кассирша в секс-шопе. Ты, Господи, прости, пик-капанопеду! Друзья, у ребят из сборной КПИ праздник, и поэтому понятно, что сегодня они находятся в состоянии алкогольного предвкушения. Ну, и продолжая тему праздников, у учительницы день рождения, и самый прилежный ученик решил рано-рано утром её поздравить. Ты, 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 ты! Здрасте, 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 Мария Ивановна, моя самая любимая учительница! У вашей сегодня такой праздник, такой праздник! День рождения! С днем рождения! Поздравляю! Счастья, радости желаю! Каравай, каравай! Кого хочешь, выбирай меня, выбирай, Мария Ивановна! Ох! Зашипись, пойду хоть лифчик одену! На приёме в поликлинике. Так, следующий накрою с пальчиком. Опа, тёща пришла! Ассистент, несите все колбы, тазики, мисочки, давайте, бёдра и насос. Антоша, зачем это всё? Тут такое дело, Тамара Ивановна? Вы мне 10 лет кровушку пили, теперь моя очередь. Давайте, пройдёмте. Знаете, долго думали, что подарить команде, и потом решили, что достанем мою звезду с неба. Но оказалось, все против. И сами ребята, и Мэр Киева, и Гравитация. Ну а сейчас представим, что на самом деле хулиганами не становятся, хулиганами рождаются. В детском саду. Так, Сашенька, подойди ко мне, пожалуйста. Спаситесь, овечки. Саша, ты уже взрослый, тебе 4 годика, и я хочу поговорить с тобой как с мужчинкой. В чём кипиш, мать? После того, как ты пришёл к нам в садик, у нас стали происходить странные вещи. Вот, например, в столовой часы пропали. Это не я, это Селиванов. Я бы, может, и поверила, но Селиванову полтора годика, он ещё пешком под стол ходит. А я ему так и сказал. Сейчас ты не снимешь, всю жизнь под стол пешком ходить. А зачем ты пишешь на стенах? Саша Красавчик, Саша Лучший, Саша Зе Бест. То есть то, что я пишу, Саша Красавчик, на стене вас смущает? Да. А то, что я, в принципе, пишу в 4 года? Это нормально, да? Я буду жаловаться. Так. А ты что, описался, да? Тома, мне 4 года, я могу тебе это позволить. А зачем ты забираешь у ребят еду и продаёшь её им? Ничего не докажете. Нянечка всё видела. Это месть ответ гнутой женщины. Какой женщины, Саша? Да вам и сценаревность. Какие сценаревности? Я сейчас позову директора, тебя выгонят, и Сашиха, вообще. Я... Ладно, не плачь. Всё, тихо, 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 тихо. Чё, господи, как женщины только на это ведут? Что? В последнее время группа «Будырка» стала терять свою популярность. И чтобы хоть как-то реабилитироваться, они начали ориентироваться на слушателя от 7 до 12 лет. Итак, встречайте группа «Будырочка». Путёвку взяли, ротоки. Уеду я на три недельки. А во дворах без суеты Братва играет под наклейки. И скорый поезд меня мчит. В портфеле щётка паста мыла. А мои годы навсегда Овсянка с гречей загубила. Какое лето в лагерях! Что мне это наказание? Давай! 6.30 застилать кровать. Дай обед по расписанию. Камон! А что отправили меня? Кажет и вы на растерзание. Лишь половина словно мать Приносит молдник на свидание. Спасибо, Терцена! Дорогие родители, не отправляйте нас на лето в лагеря, как воли не видать. Друзья, ну что ж, и настало всё-таки время поговорить немножко о самой команде КВН КПИ. Дело в том, что мы знаем прекрасно, что капитан команды КВН КПИ Рома Грещук очень общительный человек, вот прям в любой ситуации. Итак, представьте, в поезде. Ну, дорога длинная, будем знакомы. Рома. Рома Грещук. Капитан команды КВН КПИ. Создатель сайта КВН КПИ Рома Грещук. Шутка вспомнил. Ладно, Рома. Слава. А ты куда едешь? В Харьков. Откуда? Из Киева. Тут да и всю дорогу больше ехать, да? Ну, как бы да, поиски и в Харьков. А ты первый раз едешь, да? Нет. А ты помнишь, как первый раз ехал? Рома, а можешь не мешать? Понял, 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 понял. Бутербродик ешь? Нет. Ты принципиально ешь или только мой бутербродик? Рома, ты не видишь, я читал до тебя. А, ты читал на меня? А ты до Харькова успеешь дочитать? Ну, даже если не успею, то что? Ну, наверное, билет на Киев надо будет брать, чтобы успеть до конца дочитать. Шутку придунул, плюсик. Ну, чё ты молчишь? Ну, хочешь сливки на спергамот? Не хочу. Ну, хочешь чаю в проводнице закажу? Не хочу. А ты с верхней полки падал? Нет. А снижник? Нет. Ты вообще падал, Рома! Тын-дын, поиски в Харьков отправляется с первой платформы. Просьба провожающих покинуть вагоны. Ну, будешь в Киеве, я к тебе зайду. Молодец, я с твоей помощью шутку придумал. Спасибо. Давай, пока. Ну, а теперь поговорим о тех, кто завтра проснётся в состоянии алкогольного послевкусия. Это актёр команды КВНКПИ Веня. С тех пор, как он живёт в Киеве, с каждым своим возвращением домой в Житомир, он почему-то считает себя самым крутым и самым главным. Итак, представьте любые разборки в Житомире. Ну, чё, пришёл крутой? Пришёл. Эли такие же ты крутые, а садын пришёл. Вот я с хлопцем мы пришёл. Я крутый. Я у Крипи Ярмака снялся. Вот я я крутый, понял? А меня нашли слухи, что ты с Маринкой моей целовался. Да, целовался. Ой-ой-ой, что началось? А це повод. Ну, всё, мужик. Ось вона финишна прямо твоего життя. Всё, прищёлся, всё ты пешки, а уйдёшь по воздуху. Просто таки зараз тебе чуэ, и всё познайомлю за постолом Петром лично. Всё, звуны, заказывай столовку на неделю, или как у вас там кажут на воскресенье. Всё, вот ничего не было. Вот такие саня, сочи я, через секунду всё почулось, ты понял? Веня, что случилось? Блин, та погода голова закружась, можно я обратно в Киев? Давай на Киев уже, Веня. Утро, утром, 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 утром. Дорогие друзья, команде КВН КПИ исполнилось три года. Для них открыты любые ворота в шоу-бизнес. И мы, как друзья, хотим им подарить проездной билет. Действует в Запорожье до конца месяца. Поэтому милости, прогрессивные ребята. Спасибо, команда простей. Спасибо. 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 Спасибо.